Когда он едет, слышно, прохрустывает, это значит, что проворачивает одну из шестеренок. Друзья, всем привет! Я снова в гостях у Антона, руководителя клуба Прорыв. Правильно я говорю? Да. Мы продолжаем мучить першинг М26. В предыдущем видео мы поменяли плату управления и перевели танк на 2,4 ГГц. Значит, видео можно найти в плейлисте у меня на канале. Сегодня что мы будем делать? Как мы его будем пытать? Сегодня будем делать ходовую часть, а именно менять редуктор приводной. Когда он едет, слышно, прохрустывает, это значит, что проворачивает одну из шестеренок. Это довольно частая проблема при эксплуатации, особенно после гонки на выживание. Да, в принципе, это практически все, что можно сейчас купить относительно бюджетно. За деньги? За деньги, которые не превышают стоимость танка. Потому что есть, в принципе, еще редукторы, но они там стоят порядка 200-300 долларов. Я думаю, их не будем рассматривать, потому что такие позиции довольно эксклюзивные. Первый редуктор пластиковый, он идет на танки с пластиковыми гусеницами. Значит, по центру вот редуктор силуминовый, он идет на большинство танков с металлическими гусеницами. Именно вот эти серебристые такие шестереночки металлические. Я, кстати, такие вот на пробу тоже заказал. Ну, как они? Честно, не очень. Я сейчас подробнее расскажу. И вот это самое лучшее, что предлагает Хэн Лонг, это металлический редуктор с остальными черными шестеренками. Значит, какие особенности редукторов Хэн Лонг? Первое, значит, это отсутствие каких-либо подшипников. То есть, весь редуктор полностью на втулках. Чем это чревато? Что происходит выборка, и ось начинает внутри вот этой втулки просто болтаться. Из-за чего в дальнейшем там, соответственно, происходит незацепление шестеренок, и съедается шестеренка, и редуктор уходит из строя. И вот эти редукторы обязательно надо полностью разбирать, смазывать. Чем смазывать? Любая густая смазка, литол, графитовая или там аналогичная. Ну, в автозапчастях можно купить? Да, в любых автозапчастях и продаются. А пластиковые надо смазывать? Пластиковые обязательно, но только не литолом. А, их не литолом? Не литолом. Их чем? Я смазываю силиконовой смазкой. Ну, в общем, любая жидкая смазка. Не то, что жиденькая, так как главное, чтобы она липкая и держалась. Дальше вот есть редукторы, одно время были очень популярны. Это редукторы фирмы Вальтерсен. Их отличает то, что шестерни латунные. Также на редукторе идет изначально латунный вал, но мы поменяли на стальной, потому что латунный вал лопнул. Чем интересен данный редуктор? Это то, что у него закрыты втулки. Это первый момент. То есть, если их смазать, то смазка не выдавливает, она дольше там остается. И второй момент. Это три различных передачных отношения этого редуктора. В комплекте с редуктором идут три запасные шестеренки. Можно сделать там побыстрее, посредней скорость и помедленнее. А, это в комплекте прямо идет? Все в комплекте, там идет со съемником, даже там идет тюбик со смазкой фирменный Вальтерсон. Вот, довольно неплохой редуктор, но рекомендация это замена валов. Обязательно. А ты продаешь такие редукторы? Да, я продаю такие заказы. У тебя есть они? Да, да. Это довольно, я бы сказал, хороший, не очень дорогой вариант по редукторам. Думаю, нельзя обойти внимание. Это редуктор от фирмы Мата. Он идет вот в такой коробочке, вот в упаковке такой красивой. Вот, он во многом, вот, кстати говоря, латунный вал. Из-за того, что он здесь очень тоненький, очень часто в этом сочленении он ломается. Вот, собственно, что и произошло с моим Вальтерсоновским редуктором. Чем интересны редукторы Мата? В принципе, у них тоже втулки закрыты, подшипники только на выходном валу. Но у них в комплекте идет так называемая переходная пластина, к которой они крепятся. То есть, сначала вы в танк ставите эту пластину, потом на пластину прикручиваете редуктора. Это уменьшает там возможную нагрузку на крепление к танку, потому что они пластиковые. То есть, это тоже неплохие, да? Да, это тоже неплохие редуктора. Но имейте в виду, то есть, все редуктора с латунными шестеренками, и вот, что касается и Мата, и Вальтерсона, и те, и те редуктора очень критичны к тому, чтобы их обкатывали. То есть, вот эти редукторы без обкатки сразу на танк ставить тоже крайне. То есть, надо сначала обкатывать не на танке? Не на танке. А, то есть, подключать? Подключать, либо к источнику тока, либо к батарейке. И как? Смазывать, очень хорошо смазывать. То есть, прям очень много надо туда смазки класть. Либо в масле кто-то обкатывает даже, просто делают масляную ванну и оставляют. И на несколько часов надо их в каждую сторону обязательно. И в одну, и в другую сторону. Несколько часов? То есть, чтобы они поработали, да? Мы будем ставить самые лучшие редукторы, которые есть, опять же, по моему мнению, не хочу никому ничего навязывать. Это редукторы тюнинг серии. Они также не ставятся на заводские. То есть, если вот эти редукторы ставятся на заводские танки, вот это уже тюнинг серия. Эти редукторы не ставятся на заводские танки, это только продаются отдельно. Это редукторы от фирмы Тайген. Три к одному, четыре к одному и пять к одному. что это такое это количество пар шестеренок то есть идет пять понижающих условно говоря одна повышающая а мы визуально увидим рада сейчас мы посмотрим начнем три к одному редуктор зрительно будет очень напоминать аналогичный редуктор от хэнлонга вот но два основных отличия первое это полностью все валы на подшипниках во вторых шестерни самую тоже одно из самых вот самого практически высокое качество они даже лучше чем те которые ставятся на хэнлонги вот и как видишь есть уже стальные валы стоят обкатывать давайте не критично не критично да вот это мне мне нравится потому что несколько часов не нравится латунная шестеренка на приводном моторе сразу предупреждаю при эксплуатации в тяжелых условиях изнашивается именно она учитывая что например если эти шестерни купить отдельно невозможные и стоят они довольно больших денег вот эта шестеренка 100 рублей в любом магазине у тебя на меня ли да у меня тоже и а ну и отличие это дополнительно пара шестеренок вот она здесь находится то есть это уменьшает скоро уменьшает скорость увеличивает тягу вот принципе так как мы будем твой танк готовить для боев нам тяга особо не нужна нам нужно чтобы танк можно быстрее двигаться более шустрый был надо поэтому будем ставить три к одному и последний самый интересный на мой взгляд редуктор это пять к одному это так микро редуктор такой своеобразный то есть он очень маленький это в основном подходит для современных танков частности вот ребята кто будет смотреть кто собирал собери танк т-72 для гостини вот эти редукторы очень хорошо туда встают то есть они маленькие так как у нас корпус современного танка очень низкий вот эти редуктор туда очень хорошо встают передачное число примерно чуть меньше чем у редуктора три к одному и тут шестеренка металлическая да но здесь видишь и здесь и подшипников нету в дальнейшем у нас в планах разработать свой редуктор мы будем сами делать но он будет пластиковый вот и этот редуктор будет разбираться полностью по запчастям я думаю мы на этот редуктор сделаем отдельный обзор потому что он будет очень интересен для я думаю всех любителей танков наш вариант это вот редуктор фирмы тайген тайген один к трем один к трем чтобы вы понимали их бывает четыре вида значит длинный вал короткий вал и расположение моторов бывают с верхним расположением моторов бывают с нижним на сайте у меня под каждым редуктором есть описание для каких моделей хэнлонговских и если что к тебе же можно обращаться за консультацией либо либо обращайте за консультацией чтобы потом не было проблем при установке хорошо давай ставить а вот скажи металлический гусеницу да надо ставить для паркета и коврика в принципе не нужно я на улице не собираюсь на нем до лишний вес который будет давать опять же лишнюю нагрузку на редуктор лишнюю нагрузку на плату управления это садов и каждый техник то есть каждый танк имеет свое предназначение в каждой версии то есть комплектация там про версия стандартная версия и лишнюю нагрузку давать когда она не будет использоваться ну смысл то есть оставляю на пласть до имеет смысл ставить на пластике вот наш стандартный пластиковый хэнлонговский редуктор который все видели в блистере вот так вот слизалась вот редукторы фирмы тайгин видимо можно видеть что они в принципе точно такие же надо по размеру по местам видим ведущий не надевается на они-то девается сейчас проверим что второй одевается вот второй одевается потом второй видим немножко туго одевается надо будет немножко подточить и крайне не рекомендую если кого так вот ведущая не одевается пытаться его вбить либо вбить либо там закрутить винтом потому что потом если вы представляете у вас вот такая конструкция вы собрали вас ведущий не снимается лучше точить вал вал довольно толстый проблем с этим не будет чуть-чуть стачиваем вал все надо делать немножко поэтапно вот чтобы не получилось что потом из спили много она под болтаться потом будет подсадится ровно также как с ним с небольшим усилием но в принципе так даже лучше два штырька который имеет соответственно здесь ответные части при установке именно ориентируемся на эти отверстия на штырьки прошу прощения до чтобы редуктор сел именно на них он уже сидит на этих штырьках прихватим винтами и вот два редуктора установлены мы видим что нет хорошо крутится мы воткнем их плату и на малых оборотах немножко на смазки прогоним чтобы смазка разошлась по всем шестеренкам чтобы излишек смазки сейчас не не разлетелся по корпусу вот я как говорил вот литиевая смазка для редуктора в принципе есть много разных то есть кто что любит ставить для обкатки лучше литья его можно я покажу она спрей обыкновенный а где ее купить можно в автомагазине в автосопчастях вот потому что все равно даже несмотря на то что я говорю что им формально обкатка не требует все равно какой-то первый период при при карте при при катке при тишке она будет присутствовать добавлять лучше вот прямо в сочленение шестеренок понемножку на имейте ввиду что спрей зачастую очень сильно вырызгают пожалуйста вот она сейчас лишь мы немножко в сочленение добавили смазки потихонечку разойдется по всему редуктору излишки смазки видишь остаются на салфетках да ну вот видишь здесь у тебя шестеренка должна быть белая полностью у меня вот видишь здесь она где-то белая где-то сейчас увидел да да вот вижу пропуск пропуске вот поэтому надо немножко до смазать ее то есть вот мы сейчас допустим смазали когда в следующий раз смазывать если но допустим по мере необходимости по нам на этапе обкатки я бы сказал что это каждые два полностью разряженных аккумулятора в дальнейшем когда уже шестерни притрутся то можно добавлять уже чисто по мере необходимости то есть увидели шестерни высохли смазка уже ушла там добавили еще и катаете дальше в свое удовольствие я думаю сейчас наверное на пару минут его ставим чуть-чуть покататься в одну и другую сторону обкатку мы завершили вот можно кстати посмотреть сколько вот у нас видишь смазка белая а вот черный то есть все таки не в руж немножко стружки там даже скорее то может быть немножко краски какой-то там или там чем они покрывают эти редукторы осталось винты которые стандартные вот вот это ведущее колесо нам больше не подойдут поскольку отверстие в новых редукторах так как вал более толстый идут более также толстые винты они в комплекте один в комплекте обязательно со стопорными шайбами вот и поэтому нам сейчас помимо с точки немножко вала то что на один вал пришлось точить нам придется еще вот это отверстие немножечко расточить чтобы у нас этот винт смог прикрутить вот это ведущее колесо все все работает сейчас будем настраивать мы настраиваем танк под бои он должен быть резкий дерганый то есть мы должны выехать и как можно быстрее уехать у нас все-таки мы должны понимать что бои это такая штука скажем так не копийная ну в нашем понимании то есть не настолько копийная как на настоящем танке если бы настраивали настоящий так были бы другие но у нас другие цели мы не преследуем копийность мы преследуем бои и у них есть своя специфика есть желанием настроить на копийность то уже надо будет плату перенастраивать изначально все заводские настройки выставлены под был боевые для танковых боев на инфракрасных пушках заходим в меню и если есть пункт так называемый endpoints канал первый это то есть мы уже здесь ограничили для удобства выстрела и заводки двигателя это 70 65 процентов 3 канал до 3 канал газ это у нас второй канал значит мы второй канал должны ограничить до 80 процентов обе стороны да и вперед и назад если скажешь что еще шустрый нет да 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 вот вот вторая особенность что мы можем настроить значит эти настройки мы сохраняем есть следующая настройка двойные двойные расходы года и экспонента это у нас если правило второй канал и мы должны настроить экспоненту экспоненту настроить на немножко более плавный ход сперва притрога не должен быть более предсказуемым более плавным да при этом осталось резко да то есть если мне нужно резко выскочить а если нужно потихонечку выползти на и на как бы направить надо видишь значит смотри какая обозначаю проблему то есть который на это так если ты едешь и поворачиваешь у тебя резко рывками рывками да это происходит потому что есть определенная граница скажем где-то на 90 процентах он схватывает и начинает резко обратно гусеницу крути в этом можно немножко уменьшив расходы справа и влево скажем вот до 90 процентов моих уменьшим или фонаре не может как она не получается поворачивать но при этом раздраве у нас еще остался мы сейчас немножко скажем так на скорую руку это делаем вот чтобы но это уже в процессе эксплуатации надо будет мне будет понятно допустим не хватает про и по резкости либо наоборот плавность вот в принципе все я думаю для боев там больше ничего не нужно будет настраивать так как в принципе у нас танк сохранился и что такое довольно таки она даже пытается на задние колеса встать придется старте ну-ка дай-ка на задние колеса морда подпрыгивает в общем все работает как должно работать самое главное слушай но спасибо тебе большое новые редуктора новая плата то есть в общем то готовка давай да и получается как бы немножко про она анонсируем следующее видео то есть следующее видео у нас будет о чем про установку инфракрасной системы боя то есть чтобы я уже смог участвовать боях в боях турнирах воевать побеждать все значит на этом и видео по поводу редукторов заканчиваем подписывайтесь на канал задавайте вопросы антон будет отвечать под видео и у себя на форуме на сайте всем пока до новых встреч а